друзья всем привет сегодня будем создавать по-настоящему сказочный необычный волшебный светильник из обычной баночки также нам понадобится вот такой вот клей pva он может быть любой у меня самый дешевый канцелярский клей и губка губка для мытья посуды можно кусочек если у вас есть такая вот кисточка с губкой можно использовать кисточку нам нужно намазать банку внутри клеем pva мне удобнее сделать это вот таким вот способом хорошенько промазываем все стенки банки у меня такая вот маленькая баночка можно взять баночку побольше подойдет любая дальше нам понадобится глиттер но у меня творческий процесс всегда происходит ночью поэтому беру все что под рукой под рукой меня обычная соль мелкого помола принципе она вполне справляется с этой задачей также как и глиттер так вот засыпали немножечко струсили хорошенько чтобы она вся распределилась на все стенки а лишнее можно будет потом высыпать вот таким образом и дать этому всему делу просохнуть дальше я беру выбираю картинку это векторные рисунки феи нахожу в интернете и вот таким вот образом перевожу на пергаментную бумагу можно конечно просто распечатать если у вас принтер есть у меня его нет поэтому я вот так вот нахожу нужный рисуночек мне и просто прикладываю пергаментную бумагу и обвожу аккуратно маркером по контуру вот таким образом можно перевести любой небольшой рисунок который вам нравится таких феечек очень много в интернете они в разной позе могут сидеть могут вот так вот летать вот я перевела теперь мне нужно просто сделать ее твердой я наклеиваю на картон и вырезаю аккуратно маникюрными ножничками чтобы четко все вырезать теперь ее нужно закрасить черный цвет можно это сделать маркером черным или фломастером она должна быть такая насыщенного черного цвета или если у вас есть акриловая черная краска можно покрыть акриловой черной краской вот что получается теперь я беру обычную леску если у вас нет лески можно взять тоненькую ниточку нам нужно за краешки нашу заготовку приклеить к ниточки сделать такую петельку я беру горячий клей немного на палочку на зубочистку чтобы немного его было и вот таким образом делаю петельку приклеивая ее краям сверху вот и феечка у нас получается вот так подвешено в воздухе помещаем ее в банку и смотрим если например очень плотный слой получился глиттера или соли у вас можно его немножечко убрать дальше фею можно будет приклеить за вот эту проволочку краю банки или крышки теперь я буду декорировать банку у меня есть вот такой вот джут можно взять принципе любую толстую нитку или даже веревочку если она у вас есть но у меня вот такой джут поэтому я сплету косичку из него и буду декорировать банку косичкой вот такой косичка я плетаю верхнюю часть банки вот таким образом и еще я буду делать ручку тут вы уже смотрите смотря куда вы будете размещать этот декор какая вам длиной нужна ручка вот я приклеила клеем косичку и решила сделать вот такую вот ручку отдельно завязала узелочки закрепила конечно же косичку клеем на концах и вот такие вот узелочки добавляю на края вот такой длины мне будет достаточно и приклеиваю ручку уже к нашей банке как видите я немножечко убрала соль на передней стенке мне захотелось сделать такой немножко градиент переход обычным горячим клеем с помощью утюга приклеиваем мой клей пистолет сломался если вам интересно как быть в этой ситуации размещу вверху ссылочку на лайфхак как обойтись без пистолета теперь я беру вот такую вот крышечку это у меня крышечка от кастрюли потому что я не нашла крышку от банки у вас может сохраниться крышка от банки тогда вы делаете это со своей крышкой ну я вот взяла старенькую крышечку от кастрюли красим ее в черный цвет вы можете любой цвет выбрать но мне хочется сделать вот такой вот эффект старинной такой вот немножко винтажные крышечки я подсушиваю акриловую краску феном для скорости и теперь создаю вот такой винтажный эффект беру серебристую акриловую краску кисточку промакиваю хорошенько такой полусухой кистью наношу такие вот мазки хаотичные и как бы выделяя вот такие вот как царапинки не очень нравится этот винтажный эффект и его часто применяю вещи получаются очень интересные так буквально чуть-чуть касаясь полусухой кистью можно немножко размазать пальцем таким образом создаем красивую такой вот эффект со старинности вещи я пожалуй еще добавлю немножечко блёсточек совсем чуть-чуть сказочных декорах блестки лишними не бывают теперь вот решила еще больше состарить крышечку просто беру остатки краски из кисточки вот так вот пальцем по выпуклым частям немножечко вот так вот растушевываем акриловая краска легко смывается с рук поэтому ничего страшного здесь не будет ну и как же без звездочек не могу обойтись никак взяла у своей малыш не блесточки такие вот в виде звездочек продаются они в магазинчиках с мелочевкой стоит копейки еще в швейных магазинах частых продают беру немножечко клея и приклеиваю хаотичном порядке немного буквально на крышечку смотрю как мне нравится не нравится нужно убрать если что подклеить по-другому и на банку наверно тоже наклею вот где-то вот здесь вот немного буквально для блеска вот что получается она очень красиво блестит теперь можно будет и феечку приклеить с декором банки мы закончили можно краю можно крышки она будет немножечко так как подвижная как будто машет крылышками пытается выбраться из нашей ловушки для феи для того чтобы наш волшебный декор светился красиво нам нужен вот такой вот маленький светодиодный фонарик на батарейках их можно найти в детских колечках или вот таких вот свечечках продается это все в магазине с мелочевкой стоит копейки там буквально 50 центов вот нам такой фонарик понадобится его можно приклеить вот так вот крышки и направить светящимся элементом вниз и вот что получается в итоге так он выглядит без включенного фонарика тоже вполне сказочно так интересно и если включить фонарик получается вот такой вот необычный свет зависимость от того какой вы светодиодный элемент выбрали он будет светиться по-своему друзья подписывайтесь пожалуйста на мой канал ставьте лайки пишите комментарии делитесь пожалуйста моими видео в соцсетях огромное вам спасибо за поддержку смотрите также другие мои видео на моем канале вы найдете очень много идей сказочного необычного волшебного творчества